Привет, друзья! Приветствую на канале AlexAvers. Сегодня в обзоре такая замечательная монета 10 копеек 1860 года. Я покажу сравнительные характеристики по сравнению, скажем так, с последней десяточкой. Одной из последних Николая II. Видите, как бы кажется, правая монета по состоянию выше, сохран у нее лучше состояние, блеск на полях присутствует. У монеты, которая слева, она хуже, темнее, более вытертая, с коррозией, но она стоит на порядок дороже. Почему? Потому что тип орла и редкость. Слева монета редкая по степени R, справа совсем не редкая. То есть, как мы понимаем, и 50 лет на них разницы тоже сыграли свое время. Сыграли, я бы так сказал. Монеты от Чеканины в Санкт-Петербурге, потому что столицей России на тот момент был Санкт-Петербург. И все монеты практически Чеканины на Санкт-Петербургском монетном дворе. Монеты отличаются по гурту. У правой монеты 10-го года гурт рубчатый. У левой монеты, которая слева монета, я уточню. Монета слева, у нее гурт пунктирный. Друзья, 59-60 год, это такие были переломные года в истории Российской империи. В 61 году, 1861 была отмена крепостного права. Огромное количество реформ царской России было проведено. Ну, то есть, мини такая революция произошла, я бы так сказал. И вот, чем интересна эта монета, потому что она выпускалась всего-навсего 2 года с таким типом орла. В 59-м там было 3 миллиона с лишним. И в 1860-м было всего-навсего 580, по-моему, тысяч штук там с какими-то копеечками. А 10-го года и подобных годов при Николае II с одним и тем же типом орла было выпущено, ну, чуть больше десятилетия. Их очень много, миллионы штук. Вот эта, та, которая слева на экране, достаточно редкая. Обратите внимание, если вы увлекаетесь, там выбирайте, как они отличаются. В данном случае, с номинальной стороны, скажем так, отличия, как вы видите, незначительные. Венок очень похожий, лента, дубовые веточки, корона. Ну, немножко над годом. Такие вот эти, ну, это не вензеля, рисочки, я бы так сказал. СПБ даже буквы очень похожи. А вот с обратной стороны, там, где у нас находится Аверс, здесь отличия серьезные. Именно в самом орле. Хвост немножко другой, скипетр по-другому выражен, держава и сами крылья. Сами крылья орла очень отличаются. Они с виду вроде бы похожи, но на самом деле таких монет не очень много существует в природе. Так что, обращайте внимание, увлекайтесь, коллекционируйте, собирайте, пишите ваши комментарии, ставьте колокольчики, подписывайтесь на канал. Всем, друзья, пока, до новых встреч на канале Алекса Аверс.